Да, Ильна Тихович, очень хорошо слышно. Ну всё, добрый день. Кто будете, откуда? Я священник Ирей Михаил, Ставропольская епархия у нас, Ставропольский край, Изобильнинский район. Настоятелем служу, станица Староизобильная, храм, евангелиста Иоанна Богослова. А как вы на меня вышли? Как узнали или что? Я ваши проповеди, я вас уже знаю, я еще священником не был, я ваши проповеди смотрел уже. Понятно. Я вас не мог выйти на вас. У вас в Ставрополье Гедеон был митрополит? Да, был. Он был у нас здесь? В Балтайском крае, а потом в Новосибирске. Отсюда он уехал. Сейчас у нас... Да, это мне-то не важно. Главное, что вы его знали. Да, знал. Он меня благословлял на Сихаре, потом на Падрясе. Мы с ним очень часто встречались. У меня в книгах про него написано. Ну, слушай, чем я могу быть полезен для вас? Игнатий Тихонович, я очень давно слежу за вашей общиной. И как вы говорите, что в православную деревню можно переехать не потому, что сам хочет там быть, а из-за детей вы говорите постоянно. Из-за детей, чтобы дети спасались. Да, это у вас семь детей? Да. Ну, договорились. Я же сказал, сообщайте. Мы там договоримся. Приехать надо на момент крещения, к 7 июля, чтобы за несколько дней, хотя до дня за два. А уже на июль-то тут у нас будут экзамены. Ну, спрашивать будут людей, как. А с 7, если Бог даст, будет крещение. Если оно попадает на воскресенье, надо еще проверить. Если оно не попадает, то в следующее. Ну, и тут уж ясно, что мы будем. Гости у нас будут. Так что вам не отказано. Ребятишек обязательно брать. У нас найдется место. Все. У вас кто? Мальчики, девочки? У меня, получается, три старших мальчика. Потом идет девочка. Потом опять мальчик. И две девочки. Хорошо. У нас тут разбито на два дома. Лагерь-то закрыли, потому что нас душили-душили. Это Роспотребнадзор. И ничего нельзя сделать. Никак. Поэтому... Ну, я 45 лет директор его был. Директор детского лагеря. Без помощи государства у нас тысячи детей перебывали. Ну, а тут ничего не сделаешь. Там на самом озере утонуло 8 школьников-то. Ну, я нет. Вот президент дал указание проверить. А как проверить? Как Сталин говорит, нет человека и нет проблемы. Они стали лагеря сплошняком закрывать. Штрафы накладывать по одному, по полтора миллиона. Ну, на нас подали, а ничего не могли сделать. Потому что такие условия были, они никак не могли. Им надо, чтобы общественность была. С одного человека столько не возьмешь. Речь идет о деньгах только. И получилось, что лагерь наш начал существовать раньше деревни на 19 лет. А как деревня может отвечать за лагерь, когда ее там не было, деревня-то? Ну, и вот на этом судья поставил точку. Разобрались все. Ну, вы тогда что там с ребятишками готовьте? Мы вам напишем, что брать с собой надо. Это в первую очередь простыни и наволочку. У нас стирать тут негде. Своё. На чужую, чтобы нет, а вы побыли, обратно забрали и все. Ну, а остальное тут на месте. Дорога, если где-то хлеб возьмете, у нас сами пищем. Ну, и народу-то много бывает, и неплохо, что привезут. А остальное все на месте. Картошка есть. Молоко, если желаете купить, прямо рядом покупайте. Молоко, сливки, творог. Если мед нужен, настоящий мед алтайский. В соседние деревни свозят, купите. Вот так он. Нынче продавали 3 литра. 3 литра за 1200 рублей. Вот как. Ну, это нормально, это недорого. Недорого, да. Ну, а пчеловод наш, бывший деревенский. Он был потом там, где директором совхоза. Тут медоперекачки нету. Чисто со свитков. Ну, какие вопросы-то будут, вы подготовьте еще как-нибудь. Я сейчас вам скину все свои ресурсы. Сразу не отходите, минут пять тут побудьте. Так, минутку. Бывают хулиганы звонят. Окупируют буквально. И поэтому мне надо узнать, кто. Я не отвечаю. Один раз ответил. Они меня бомбили тут полгода. За одну ночь 72 звонка. Ну, врагу не нравится, что делаем мы. Но ничего нет. У меня большие ресурсы. И там вот заходят одни. Кто он такой? Я не знаю, отвечать, не отвечать. Помолюсь. Бывает, закрыл недавно. А он епископ оказался. Ну, к примеру сказать. Вот так. А как только нас сделаешь. Они всякую гадость тогда пишут. Приходится в черный список заносить. Я в черный список уже занес, наверное, 30 тысяч. У меня врагов море, море врагов. Примерно 260 роликов против меня в интернете только. Если вместе взять Путина, Мишустина, на патриарха, так меньше получится у них. Враг просто лютует. А из-за чего? Что вот занимаемся, люди приходят из мусульманства, принимают крещение. Баптисты, Писятики, Свидетели Югова. Враг просто разрывается. И угрозы разные. Ну, Бог хранит по сей день. Ничего нету. Это естественно так. Ладно. Мне это очень нравится. Если еще нет, я сейчас... Давайте отключаемся. И вы с Вячеславом знакомы? С Вячеславом лично нет. А, нет. Ну, придержитесь. Мало ли, что тут бывает. Если нас не будет, то у него там собираются люди из Казани едут. Надо знать, чтобы когда, в какое время встретить, чтобы можно было. Они каждый год к нам ездят сюда. Он учится в семинарии. Ему разрешили, или ходатайствовал митрополит о нем, второй, третий курсы вот за год кончить. Заочно. Ну, у него там одни пятерки. Идет, и он все время прислуживает. Ну, первый курс у него четко прошел. А тут сразу же, ну, заметили, они видят, что за человек. А он работает в аэропорту. Там много татар. Начальник сначала из-за бороды его хотели. А теперь уже бороду не трогают. Видят, что все направилось. Он говорит, эти мусульмане-то с бородами. Бывает конфликт. Они меня за своего принимают. Я легко улаживаю все дела-то. Ну, а начальника дали там из КГБ какого-то. Он там разметал буквально все. А сейчас с ним по-хорошему. И все. Это Господь так делает. У нас бороды не трогают, не подстригают ничего. У нас этого нет. Так, видите, вы видите, какое одеяние. Ну, посмотрите, как идет крещение. Когда зайдете, все это увидите. У нас подготовка идет. Потом священник в озеро заходит. И каждый по одному заходит. Тройкратное полное погружение. Все бесплатно. У нас включена десятина. И больше нигде не появляется. В церкви, ни свечи, ни закрещения. Нигде деньги не появляются. Вот это такая. Ну, все тогда. Так. Отхожу тогда, отец Михаил. Все. Ждите тут. Сейчас я на вас выйду. Все.